Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария, 7 июня. Вроде день прекрасный, хороший, солнышко у нас, жарко, у нас даже, можно сказать, душновато. И вы знаете, друзья, вот, а сегодня, вот полчаса назад, где-то 40 минут, я разговариваю с нашими друзьями из Пловдива, и вдруг у них в этот момент, ребята, происходит землетрясение. Я как бы сижу на улице на стуле, смотрю вокруг, стул подо мной, ничего не двигается, а у них, ребят, у них ходит телевизор, люди выскочили на улицу. Ну, в общем-то, как-то достаточно интересно и неприятно, и странно как-то. Мы, в общем-то, не так далеко находимся здесь, в Скалска. У нас вообще никакого ощущения. Самое интересное, и самое интересное, что только вчера мы встречались, были в гостях вечером, и разговаривали с людьми, которые приехали, и вот сразу же такой как-то зашел вопрос о сейсмозонах. Где здесь? Да, в Болгарии на самом деле есть сейсмозоны. И сегодня мы вот это, так сказать, на себе не прочувствовали, но наши друзья в Пловдиве немножко поволновались. Точнее, слово «немножко» — это, можно сказать, не «немножко». Мы здесь вообще ничего не ощутили. Абсолютно ни дуновения ветерка, ни движения какого-то стула. Вот. Также сегодня стукнуло в Румынии, стукнуло еще где-то. Ну, наверное, я не знаю. Очень странно, точнее, не очень странно, то, что вот те места, где мы находимся, вот наш регион Габрово, нам объяснили, что мы здесь вроде как находимся между двумя какими-то местами, что здесь вот именно здесь практически ничего не происходит. Вот. Там было 5 баллов, в Румынии было 5,2 балла, а у нас не ветерка. Ну, тут я не знаю, тут то ли улыбаться, то ли... Да нет. Ну, слава богу, конечно, что все прошло до такой степени нормально и не сильно, но все равно, в общем-то, друзья мои, конечно, 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 есть сейсмокарта, есть сейсмозона, и перед тем, как, наверное, выбирать место для проживания, нужно немножко задуматься вот тоже о такой некой проблеме в Болгарии. Вот как-то так сразу же решил сделать вот это видео, рассказать вот об этой ситуации, что на самом деле здесь тоже нужно думать о том, что может и потрясти. Я в своей жизни, да нет, наверное, никогда не сталкивался с этим, точнее, может быть, много-много лет в Израиле, как-то немножко стульчик подо мной погулял, но там было 4 с чем-то балла. Вот, а в Ловдиве сегодня было 5. Ну, не знаю, негатива, да нет, чего мы льем негатив, и людей мы не будем пугать и нервировать, но все-таки, наверное, на это стоит обратить внимание при месте выбора проживания, потому что те, кто знает, что такое серьезное землетрясение, те понимают, что это, в общем-то, не особо весело. Ну, а то, что произошло не так давно в Турции, это, конечно, все очень грустно. Что еще у нас такого интересного происходит, досмотрите видео до конца, потому что сегодня мы с моим болгарским другом из Скалска поехали в Габрово, в питомник для бродячих собак, питомник для собак, и мы с моим хорошим товарищем, он себе взял собаку из питомника. Ну, это, конечно, как вам сказать, ну, видео вы все увидите, это собачий лай, это, конечно, такой жуткий запах, но, друзья, когда вы берете собаку в Болгарии из питомника, собака обязательно будет стерилизована, что немаловажно, собаки будут сделаны прививки, и вы получаете еще и паспорт Евросоюза на эту собаку, где прописаны, какие прививки были сделаны. В общем-то, так что мой болгарский друг сегодня, я считаю, сделал, в общем-то, замечательное дело, замечательное, взяв вот такой немаленький щенка, он, это, скорее всего, помесь, ну, на фотографии вы увидите, конечно же, и на видео, это такая помесь овчарки с кем-то. Такая, ну, спокойная собака, ехали на моей машине, она не гавкнула, она, в общем-то, не пугалась, но, конечно же, у нее был некий стресс. И все-таки я считаю, что он поступил замечательно, потому что, на самом деле, на иврите это называется митсва, это сделать доброе дело, взять домой животное, которому, ну, скорее всего, что в питомнике-то их ожидает? Да ничего, честно говоря, хорошего. Поэтому, ну, у меня была мысль взять вторую собаку, но мы так поразмыслили, что наша бамба, если наша бамба грызет наших куриц, то и вторая собака тоже, в общем-то, будет, ну, не игрушки это, конечно, ведь не берутся животные ради развлечения. Поэтому отказались мы со Светочкой от этой мысли, мы думали над этим. Ну, там нет маленьких щенков, там только взрослые такие, взрослые, злые, конечно, собаки, которые бросаются на сетку. Но день выдался в этом плане очень позитивным, потому что, конечно, приятно, когда привезли к нему домой собаку, он ее завел домой, он купил ей, пошел сразу же корм, насыпал ей полкило корма, она бедная, она вот это все ела, вот как будто ее не кормили. Ну, а кто их там реально серьезно хорошо кормит в питомниках? Да никто, я думаю. Поэтому вот два таких события сегодня значимых, это то, что я увидел, что такое питомник, то, что мой друг вместе с моей помощью, на моей машине мы эту собачку привезли, а другой стороны такая не очень хорошая новость про землетрясение. Но, опять же, землетрясение прошло, и, скорее всего, больше ничего не будет. Поэтому вот так сегодня проходит день 7 июня в нашей жизни в болгарском селе. Жарко, жарко, жарко. И, наверное, скоро я сделаю видео, как нам до сих пор не могут установить панель солнечную, панель та бригада, которая делала нам термопомпу. История заканчивается очень неприятно, потому что это уже похоже с их стороны на некое издевательство. Мы их ждем с начала прошлой недели, каждый день. Он доехал, но не доехал. Потом он отключал телефоны. Сейчас оказалось, что он каким-то образом в больнице на аппарате ИВЛ, молодой мужчина. Хотя мы это уже проходили, мы до этого, там кто-то был папа в больнице, был дядя был в больнице, спина была в больнице, еще много чего было в больнице. Поэтому, честно говоря, я уже вот в такие бредни прекратил верить. Я ему просто на телефон послал такое сообщение, сказал, ты знаешь, ты будь здоров, но то, что ты делаешь, это реально издевательство, это обман. И я полностью, скорее всего, в скором времени озвучу название этой фирмы, потому что у нас сделка была абсолютно законна по договору, и деньги мы перечисляли тоже через банк. Но если он не закончит, ну, скорее всего, мы будем думать над тем, что просто подадим на него в суд и посмотрим, чем это закончится. В остальном, приятный вечер, чтобы у нас не было землетрясений, чтобы все животные были здоровы, и у всех работали термопомпы. Еще раз, приятный вечер. Шельхамьем наим хавримшили, and have a nice day, my friends. Чао-чао. Будьте здоровы. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Прикольно, да. Поли. Правильно меяте да го върхват. Затрино меетно. Като го върхвата, има самото, то си без проблем. Не да спинивам. Не обръпи, но и д clientите върхвата. Какви пи WITHIN. Десям. Теса е ту. Какви пи витаме тесани. Никите витаме тесни. Не е бихаме тесни. И е замен湾та витаме. И е офиските е натурене. Витаме теси стри витам. Субтитры сделал DimaTorzok Собачий питомник в Габрово Приют для бездомных собак здесь Приехали с другом, он хочет взять бездомную собачку Сейчас смотрим Лают собачки Ну так, тут за ними достаточно неплохо смотрят, убирают Всем собакам делается прививка Всем привязывается на Ухо такой номер И здесь все привиты Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok